МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города в студии Ирина Потехина. Здравствуйте! Вот некоторые темы выпуска. 8 стобальников в ноябрьске стали известны предварительные результаты итоговых экзаменов по математике, истории и биологии. Ремонт после ремонта. Запутанная история получилась на одном из СТУ Ноябрьска. Точку мне теперь поставит суд. Налегке и натощак за багаж и еду в самолете можно будет не платить. 8 стобальников в ноябрьске стали известны предварительные результаты итоговых экзаменов по математике, истории и биологии. Речь идет об испытаниях, которые прошли выпускники 9-х классов. Результаты работ 11-классников пока неизвестны. Первые результаты ЕГЭ по русскому языку станут известны в понедельник, 10 июня, а сегодня выпускники сдавали предметы по выбору иностранной языки и физику. В итоговых испытаниях приняли участие около 350 ноябрьских школьников. Что же касается 9-классников, то по данным городского департамента образования, стопроцентный результат по математике показали сразу 7 школьников. Это воспитанники гимназии 2-й и 7-й школ. По биологии максимальное количество баллов набрал один участник итоговой аттестации, ученик из 8-й школы. Несогласные с полученной отметкой в трехдневный срок могут подать апелляцию. В Министерстве образования и науки считают причиной утечки материалов ЕГЭ в интернет взлом электронной почты, по которой задания рассылались в регионы. Об этом заявил замминистра Игорь Римаренко. По его словам, материалы рассылаются примерно в 7 тысяч населенных пунктов по России. При этом в большинство мест материалы отправляются в печатном виде. Однако в самые отдаленные пункты задания приходится посылать в электронном виде. Замминистра добавил, что проблема со взломом почты возникла в этом году впервые. Спорная и весьма необычная ситуация произошла на одной из местных станций техобслуживания. Клиент, забирая машину, врезался в ворота СТО. Ущерба в совокупности вышла приблизительно на 150 тысяч рублей. Кто их должен заплатить? Бампер был расколот надвое. Ну и весь, ну, подчерканный был бампер. Повреждения были на двери. Внутрь ушла дверь немного здесь. Ну и тут моментами была расколота вот эта часть. Как крыла, не крыла. Повреждения на фаре были. Владелец Hyundai Сергей и его племянник Евгений перечисляют повреждения машины после того, как на задней передаче она протаранила ворота СТО. Вот этот самый момент зафиксирован камерами видеонаблюдения. Сергей говорит, что на станцию техобслуживания авто отдавал для замены шаровых и что более существенно в данной ситуации тормозных колодок. Но когда стал забирать отремонтированную машину, совершенно не ожидал, что она окажется без тормозов. Начал выгонять машину, значит, тормозов-то нету. Они не прокачанные оказались после замены колодок. Ну и я въехал в дверь вот в эту вот. От столкновения покореженными оказались и машины, и металлические ворота. Хозяину авто ремонт обошелся в 45 тысяч рублей. Замена поврежденной части ворот вытянула на все СТО. Пока эти деньги обе стороны заплатили каждая сама за себя. Но при этом все рассчитывают на компенсацию ущерба. Ведь виновными в случившемся считают друг друга. Так Сергей уверен, нет тормозов, нет и его вины. Даже в голову такого прийти не могло. И понимаете, среагировать быстро невозможно. Это где-то надо сделать 5-6 надавливаний на педаль тормоза, чтобы они опять восстановились, тормоза. Но я нажимал, как мог, значит. То б я ему и дверь бы, то и вынес бы. Между тем, в СТО позиция противоположная. И уверенность в правоте сотрудников станции подкреплена съемками с видеокамер. Их в здании 4. Но вот в этом ракурсе ситуация просматривается лучше всего. Вот клиент садится в машину. Когда стопы загорятся, это означает, что он нажал педаль тормоза и включил заднюю передачу. Начинает на тормозах двигаться, потом их отпускает и нажимает повторно на педаль тормоза, уже когда машина врезалась в ворота. Здесь уверены, если тормоза и не сработали после первого нажатия на педаль, то уже после второго машина должна была встать как вкопанная. Просто потому, что у этого Hyundai коробка автомат. А при автомате педаль тормоза выжимается еще до того, как автомобиль трогается с места. А смысл в том, повторили на станции, что прокачивать тормоза специально никто не стал, потому что клиент сам сел за руль и сам их в момент запуска машины прокачал. А делать одну и ту же работу дважды смысла нет. Хочу заметить, все, что вы видите на экране, происходит менее чем за 6 секунд. Среагировать за такое время может разве что суперагент. Но вот после столкновения и работники СТО, и Сергей допустили ошибку. Они не вызвали правоохранительные органы, которые как минимум должны были определить, как квалифицировать этот случай, ДТП или нет. Сейчас на станции больше склонны отнести это к дорожному происшествию и прибавить к заслугам Сергея то, что он самовольно покинул место ДТП. То есть уехал от ворот и вообще из СТО. Сергей же уверяет, что об этом его попросили сами сотрудники техобслуживания и для этого даже выгнали машину из здания. В общем, разбираться в тонкостях дела предстоит суду. Обе стороны подали друг на друга заявление. Оксана Балун, Ирина Потехина, Анатолий Присич. Новости нашего города. В итоге событие, которое длилось всего 6 секунд, теперь будет разбираться не одну неделю. Но прежде чем суд вынесет свое решение, мы показали видео экспертом. О том, какое мнение сложилось у независимых специалистов, смотрите завтра в новостях нашего города. За багаж и еду в самолете можно будет не платить. То есть в стоимость авиабилетов в России не будут автоматически включать плату за обработку багажа и питание на борту. А сами билеты станут невозвратными. Поправки в воздушный кодекс, подготовленные Минтрансом, Госдума должна утвердить до конца года. Об этом сообщает российская газета. Эти меры направлены на то, чтобы снизить стоимость авиаперевозок. Когда поправки вступят в силу за обед на борту и обработку багажа, желающие будут платить отдельно. Экономия на еде, впрочем, вряд ли будет существенной. По оценкам экспертов, сегодня бортовой обед в эконом-классе обходится в среднем в 300 рублей. А перевозка багажа в целом порой стоит дороже, чем перевозка одного пассажира. До конца года около 700 ямальских семей смеет ветхое жилье на новое. Правление фонда содействия реформированию ЖКХ одобрило заявку округа на софинансирование программы переселения граждан из аварийного жилья. Федеральная финансовая поддержка программы превышает 380 миллионов рублей. Округ вложит в реализацию проекта порядка 700 миллионов. И таким образом объединенные финансовые усилия позволят расстелить порядка 50 аварийных домов. А в ноябрьске при содействии фонда в этом году планируют отремонтировать 7 многоквартирных жилых домов. В общем, на эти цели уйдет около 100 миллионов рублей. При этом средства фонда составят менее четверти от общей суммы. Свыше 60 миллионов перечислит округ и еще примерно 15 миллионов рублей должны добавить собственники домов. Согласно муниципальной адресной программе капремонта в перечне работ во всех многоквартирных домах примерно один и тот же. Так планируется утепление фасадов и крыш, ремонт коммуникаций и установка общедомовых счетчиков. Добавлю в основном в списке заданий участников будущего капремонта 7 домов, в том числе один в микрорайоне Вангопуровский. Еще два адреса находятся в резервном списке. Сегодня сразу после новостей в эфир выйдет актуальное интервью. На этот раз на вопросы отвечает заместитель генерального директора Единого расчетного информационного центра Ямала Валерий Верняковский. А вот о том, что на этой неделе интересного подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника» в кратком видеообзоре. Спасатели просят соблюдать в лесу меры предосторожности. На днях в редакцию попали ужасающие снимки очередной таежной трагедии, произошедшей в соседнем регионе Красноярском крае, где на людей напал медведь. Как вести себя в лесу, чтобы не встретиться с опасным хищником, читайте на второй странице номера. В Салихарде прошла научно-практическая конференция на тему новых методик лечения туберкулеза. Несмотря на то, что туберкулез – одна из древнейших болезней и давно существует, эффективные методы борьбы с ней ежегодно ее жертвами становятся около трех миллионов человек во всем мире. Подробности на седьмой странице номера. Ямальцы внесли свои предложения по развитию профобразования в регионах. На окружной конференции главной темой для обсуждения стало взаимодействие учебных учреждений с работодателями и с другими образовательными структурами. Обзор ямальского рынка труда на восьмой странице газеты. Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. На этом у меня все. Через несколько секунд прогноз погоды. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Партнер программы – магазин «Подис Антверса». Торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 7 июня в Салихарде без осадков. Ветер северный. Температура 15 градусов выше нуля. У Муровленка пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный до 2 метров в секунду. Температура плюс 10 градусов. В ноябрьске облачном возможен дождь. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура 11 градусов тепла. Ветер северный до 3 метров в секунду.